друзья всем привет рад вас приветствовать на своем канале наконец-то я начал подготовку к турниру мистер олимпия и в этом выпуске я вам покажу какие обычные обследования я прохожу перед подготовкой к турниру узи анализы мрт и каждый специалист в этой области даст свои комментарии по этому поводу также свой комментарий даст и александр филиппов мой тренер по тренировочному процессу по питанию и павел попов спортивный эндокринолог врач даст свои комментарии по анализам и полностью расшифрует надеюсь вы до конца досмотрите ролик будет очень интересно а и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 кроме воспаления сухожилия на достные мышцы у вас ничего нет причем то есть у меня начало беспокоить месяца на 2 назад вот при определенных углах то есть вот такое движение немножечко дискомфорт доставляет вверх вот а так в целом ну все равно чувствуется небольшой дискомфорт когда и работаешь именно с весами очень приходится разогревать долго крови нагнать мышцы чтобы дискомфорт убрать так по поводу колена у вас значит дегенеративные изменения во внутреннем мениске обнаружены то есть видимо мениску было недостаточно питания и он у вас скажем так упростился в своей структуре если попросту говорить дегенерация это упрощение то есть нарушается питание потом происходит некое перерождение здоровой ткани в патологическую вот и еще у вас изменения изменения в костях конечном отделе бедренной кости в начальном отделе большеберцовой кости то есть так называемое некротические изменения то есть тоже там какое-то недостаточность было местного кровообращения вот и тоже вот эти участки нездоровой ткани у вас сформировались то есть обычно это не помешает мне в дальнейшем при подготовке еще что-то такое дальше продолжать нет ну вам в принципе это не мешает и дальше тренироваться просто суть суть том что нужно соблюдать определенные рекомендации чтобы как-то этот процесс замедлить проводить контроль обследования то есть смотреть то есть увеличились размеры или такие же остались так что касается сухожилия надосной мышцы и мениска вашего то это в принципе для спортсменов это весьма популярны под пальцами болезненности и нет на и голень поднимает так еще раз полностью нету никакой болезни нет на ощупь нигде не больно не максимально ногу согните так болезненности нет никакой не принципе если большая болезнь уже непосредственно во время выполнения упражнений то есть при нагрузке понятно не более того так еще разденьтесь плечо покажите так не ощущается ни передней части вот здесь вот так вот вот здесь точка болезненности когда надавливаешь и что можно одеваться значит что касается плеча так как тут у вас всего два месяца можно еще проводить местное лечение поскольку нет хронической боли то есть на вас два месяца хроническая боль лета через три месяца формируется то здесь можно провести весь курс противовоспалительного лечения местное лечение гелями мазями компрессами с димексидом вот можно значит также питать суставы препаратами кальция и так называемым хондро протекторами которые хоть как-то улучшает состав синавиальной жидкости ну и увеличит продолжительность жизни суставы здрасте как себя чувствуете почему решили вдруг записать даже это все смотрите но я профессиональный спортсмен готовились по бодибилдингу к очень важному турниру вот я регулярно на самом деле прохожу обследование делаю узи мрт сдаю анализы меня ведет эндокринолог то есть есть врачи к определенные которые меня ведут вот то есть у меня сейчас просто плановое обследование я веду блог я это все освещаю как нужно правильно готовиться зачем следить и так далее вот и меня просто вот интересует вот я сейчас прошел узи с травматологом уже пообщались интересуют то есть по органам все ли у меня в порядке по сосудам и так далее то есть мы это все посмотрели вот и мне хочется чтобы немножечко меня расшифровали и сказали если меня какие-то противопоказания на что обратить внимание помешает ли мне это в дальнейшем в подготовке вот смотрите пожалуйста в плане органов брюшной полости по исследованиям желчный пузырь он у вас отличный но он имеет перегиб области шейки желчного пузыря это может приводить к легкому застою желчи поэтому водный баланс обязательно не исключаем когда вы не сушитесь жиры соответственно да и и своего рациона сейчас вы кстати жирами как ну 100 120 и 100 120 примерно до это грамм сутки по вашему весу да вот получается помните вам говорила что белки они немножечко такие молочного цвета но есть не чистое белое такие а вот слегка таким желтоватым моментом у краешек глаз с этой с этой стороны вот это говорит о том что может быть легкое такое вот то есть надо улучшить желчный оттоп немножко вот все что хочу сказать остальное у нас тоже хорошо почему можно травками фитотерапия курсила что можно красивым можно если вы его принимаете иногда можно его можно он хорошо улучшает так что здесь все хорошо дальше по почкам по описанию очень все хорошо потом смотрели вам артерии нижних конечностей по описанию тоже все очень хорошо очень хорошо чем смотрели в щитовидную железу по описанию на тоже хорошие единственно что объем железы 11,1 сантиметра кубических для мужчин норма до 25 сантиметров кубических то есть это в общем это хорошая норма вот но я всегда немножко человека предупреждаю если выше 10 сантиметров кубических уже щитовидная железа начинает как бы меняться да я понимаю что разные формы человека да то есть кто-то поменьше кто-то побольше но щитовидная железа если она начинает увеличиваться немножко выше 10 сантиметров кубических становится значит она выискивает йод поэтому просто дайте йод например в ядерованной соли или можно принимать добавки с йодом да немножко органический йод и конечно лучше дальше смотрели ваши крупные сосуды в области шеи изменения есть общей сонной артерии слева в области бифуркации общая сонная артерия она при входе внутренней сонной артерии в внутрь головного мозга а наружная снабжает наш апоневроз кожу тут и так далее волосистую часть головы вот делятся в этот момент именно в области бифуркации бывают завихрение крови потому что вы же нагрузку даете вот и кровь как правило у нас течет в середине по краям она не очень а вот именно в верным местах бифуркации идут некие завихрение если высокое давление плюс для вас всегда нагрузка это стресс к определенной для организма вы же все равно сверх что-то делаете до возможностей вот соответственно это своего рода такой оксидативный стресс для сосудов для эндотелия сосудов крупных в том числе и вот в этих местах как раз таки и могут быть воспалительные реакции и холестерин выполняет роль защитника этих стеночек которые подверглись вот этому воздействию стресса плюс вот эти завихренности вот этому току крови и он как бы замазывает что-то да то есть он заходит туда где есть трещинка и он туда заходит и начинаются структурные изменения в этом месте эхокардиографию вы делали есть гипертрофия левого желудочка но с учетом ваших нагрузок это следовало как бы нормально да немножко левое предсердие расширено за счет этого тоже то есть идет такой момент но сократимость она у вас в норме прекрасно но поймите что вы делаете определенные нагрузки этого сердца спортсмена так скажем вот это вот гонстрическая гипертрофия самое главное чтобы мы мышцу сердца и мышцу конечности сделали качественной вот а для этого нужно достатке что было витамин d3 обязательно чтобы вы не были в дефиците по ценку вот у вас был нормальный тестостерол и в общем-то хорошее питание так скажем по белку ну тут все соблюдается все так приветствуем после получения квалификации на олимпию было принято решение набрать еще дополнительно мышечной массы поэтому мы не стали изобретать велосипед и сделали курс тестостерон и соответственно прямо балла это достаточно стандартная схема для набора мышечной массы при этом гормон роста народных единиц два раза в день и инсулин единички два раза в день и соответственно как будет заходить будем гиповать не будем гиповать потому что инсулинорезистентность у нас нету жировой клетчатки мало и поэтому вполне может хватать очень даже небольших доз инсулина здесь мы всегда понимаем что когда у человека есть жировая клетчатка хочет использовать инсулин то он может использовать намного большие дозы без риска гипогликемии у нас же такой риск очевидно есть соответственно сдали анализы глюкоза хорошая тут у нас вопросов нет общий белок 63 низкое значение общего белка чем больше дозы анаболиков чем больше доза тестостерона тем больше провала по общему белку в крови мы видим поэтому будем капать аминокислоты внутривенно то есть нас ждет достаточно много аминовена по 500 миллилитров мы будем за раз выливать понятно что льется он долго вот но уже привыкшие люди делают это побыстрее соответственно обычно в именовину кладем от дома и чтобы дополнительно еще получить некий набор электролитов мочевина как конечный продукт деградации белка семиурка при нашем потреблении адекватное значение креатинин 113 удивительно хороший ферритин 57 ферритин маловато нужно 100 для мужчина нужно 100 ферритина мы соответственно добавим его виде препаратов железо ферранжет мы прокатываем особенно учитывая что повышение гематокрита у нас нету гемоглобин хороший поэтому мы можем себе позволить восполнять железо и не ходить с латентным железо дефицитом магний оказался крайне низким 068 соответственно будем стараться его повысить опять-таки будем принимать отдельно магний виде препарата магни рот хотя сейчас препараты но на тему магний очень много информации наверное самый актуальный препарат 7 соли магния но вот аптечного магни рота мы видим хороший результат и не заморачиваемся плюс магнезия пойдет внутривенно у нас еще на исследование узи видно увеличение сосудистой стенки по сонной артерии но утолщение сосудистой стенки вот атеросклероза нет но мы понимаем что утолщение сосудистой стенки это проявление чего артериальной гипертензии ходим с давлением вот соответственно опять-таки магния сульфат будем снижать артериальное давление это будет нам полезно некая дислепидемии у нас есть мы в основном смотрим на липопротеина низкой плотности 5 и 5 мы знаем что 4 9 либо протеина низкой плотности уже показания для медикаментозной терапии статинами если кто не любит статины используем репату ну собственно вот торговое название препарата вот правда ходится намного намного дороже вот но мы в общем то не будем брезвить статинами обратимся именно к их использованию гомоцистеин 9 6 не невысокая в рамках клинических показателей значения но мы стараемся так превентивно к этому подходить и снижать его в сторону пятерки но опять-таки во избежание проблем с сосудистой стенкой соответственно гомоцистеин мы снижаем витаминами группы bm будут добавлено мы проколем скорее всего какой-нибудь комбилипен внутри мышечно вот и на этом фоне уже будем спокойно жить инсулин 6 8 опять-таки невысокое значение потому что нет инсулиновой резистентности так инсулиноподобный фактор роста и фр 299 ну плюс-минус адекватное значение для единиц гормона роста кто-то может выдавать показатели больше даже до 400 до 500 фр на соответственно подобной дозировки но мы видим то тут как печень и который мы видим вот собственно более-менее адекватное значение мы довольны скажем так хотя бывают значения и повыше пролактин 258 абсолютно адекватный еще раз замечаем что на фоне андролуна в неделю без кабер галина нету повышение пролактин а все нормально эстрадиол 57 еле-еле выше референтов на нормальное значение мы тут и суставы заботимся либиды хорошие поэтому мы не правим эту историю ттг двоечка с учетом того что мы принимаем заместительную терапию то есть гормоны т4 и т3 мы принимаем решили их не отменять но потому что уже скоро новые соревнования вот соответственно хотим хороший обмен веществ это мы посмотрели соответственно у нас остается вопрос по додимеру фибриногену собственно каких-то моментов которые могли бы нас напрячь в сторону переживания за повышенную коагуляцию нас нет гемоглобин гематокрит нормальное повышение гематокрита ну до 51 на фармакологии не считаем существенным электронит и калий у нас оказался в норме раньше был повышен мы даже перед первыми соревнованиями на фоне повышения калия так как его повышение это всегда снижение функции надпочечника всегда снижение эффектов кортизола и альдостерона они нам нужны как поддерживающие факторы мы добавляли препарат картеф на некоторое время вот ну и соответственно ним чувствую себя бодрее лучше энергичнее сейчас мы уже потребность в этом не видим посмотрим как это будет перед соревнованиями но собственно крайне удачный исход соревнований в корее позволил нам значительно увеличить по времени тут гандикап который ставился перед выступлением основным перед мистером олимпия соответственно оставшиеся пять месяцев мы потратим на выравнивание того веса который имеем сейчас до максимально разрешенного правилами категории у нас в запасе порядка пяти килограмм вообще больше но не хотелось бы рисковать на эстапе сливы и подводки соответственно никуда торопиться мы не будем есть свои сильные стороны одна из лучших спин которые тем не менее видел вообще в этой категории особо нет проблем с плечами но отстает бицепс бедра есть всегда на чем поработать с боковыми позициями плюс руки руки всегда можно дополнительно сохранением пропорции увеличить отсюда месяца два-три мы потратим на набор массы я надеюсь что килограмма полтора по потолку два с половиной плюс минус сухих у нас получится сформировать и затем аккуратно как и в предыдущий раз без форсирования событий плавно просто понижая количество потребляемой пищи будем подходить к форме не вижу глобально того что могло бы нам помешать даст бог здоровья все вообще будет нормально соответственно планы на следующие пять месяцев такие набор сохранением качества в приоритете соответственно выработка качества в 1 месяц где-то в 4 микроцикла и затем полтора два месяца неспешная подводка ровно как и на турнире в корее хотелось бы подвестись без сложных манипуляций с водой без дополнительной нагрузки на почки с надпочечниками соответственно думаю что все получится и в идеале на сцене в вегасе андрей должен выйти на пару килограмм тяжелее при сохранении качества повторюсь хотя это олимпия посмотрим думаю что все будет хорошо ну что друзья прошли мы всех специалистов вот такой вот у нас список рекомендаций в принципе не все очень даже неплохо никаких серьезных отклонений нет все очень достаточно распространено для профессионального спортсмена которая занимается спортом есть некоторые моменты которые стоит закрыть уже непосредственно на этапе отдыха после турнира когда я выступлю поэтому займусь уже основательно этим уже на отдыхе а так в целом анализы приемлемые паша уже все сказал все рекомендации дал по тренировочному процессу по питанию александр тоже все осветил вот и и собственно врач терапевт дал некоторые рекомендации тоже которые которыми я займусь в процессе подготовки к соленованием вот спасибо клинике light центре диагностики и лечения что предоставили нам возможность очень оперативно пройти всех специалистов сдать анализы в кратчайшие сроки за что им огромная благодарность и настоятельно рекомендую тем кто живет в кирове проходить все обследования и сдавать анализы именно в этой клинике так как мне показался очень хороший сервис очень приветливый персонал и поэтому одно удовольствие посещать такие клиники где тебе уделяют достаточно внимания и заботиться о твоем здоровье хочется пожелать всем кто занимается бодибилдингом кто занимается профессиональным спортом да и в принципе это в любом виде спорта нужно отслеживать свое здоровье это очень важно проходить специалистов каждой области потому что не один врач не может осветить каждую область поэтому я стараюсь проходить сразу несколько видов обследований и услышать комментарии от каждого специалиста и настоятельно рекомендую делать это раз полгода раз год так и так делаю я и принципе это позволяет на каких-то ранних сроках выявить какие-то проблемы впереди очень много насыщенных выпусков про подготовку и объективно понимаю что на мне сейчас большая ответственность и я постараюсь очень подробно и интересно освещать весь путь к олимпии будет много материала как и из подготовки непосредственно странировочного процесса также буду освещать питание бады и добавки и так далее максимально развернуто и понятным языком для вас потому что я понимаю что меня смотрит не только спортсмены мы люди которые просто хотят прийти форму постараюсь вместить этот контент для всех поэтому буду очень признателен если подпишитесь на канал также я рассказываю о подготовке и своем телеграм канале в инстаграме ну и на youtube канале соответственно поэтому ссылку ссылки на эти каналы я оставлю в описании можете переходить и подписываться а так всем до новых встреч ждите нового выпуски всем пока